2013 год станет годом охраны окружающей среды. Ну а кто понимает в экологии лучше, чем Николай Николаевич Дроздов? Лидер экологического движения, доктор биологических наук, ну и конечно, ведущий многими любимой программой в мире животных. Николай Николаевич поделился планами на будущий год и рассказал комсомолке о работе экологического движения «Терра Вива». Дело в том, что наше международное общественное движение экологов «Живая планета» или по латыни «Терра Вива», ну мы взяли-то эколатинский еще логотип, ну поскольку латынь это хоть из моды вышло ныне, как сказал Пушкин, но на самом деле это такой язык науки, язык экологии, экология это наука наук сейчас. Раньше считали наук, наук философия, потом стали говорить математика, да? Знаете, была философия, самая обобщенная наука, потом математика, когда стали вот все это называть точные науки. А сейчас экология, она междисциплинарная, она по всем факультетам экологии проходит, потому что в юриспруденции надо принимать экологически грамотные законы по охране окружающей среды, а на географическом надо разрабатывать так и экологию ландшафтов, на биологическом надо охранять и редкие виды животных, на химическом, так сказать, думать, что делать с удобрением, которое мы уже затравили весь мир, правда же? И как защищаться от всяких выхлопов автомобилей, правда? То есть всем делаясь, и химикам, и физикам. Ну, физик даже разрабатывает солнечные батареи, экономичные там какие-то ветряки экономичные, которые заменили бы на вот эту вот вереницу машин злодышащих на нас. Вот это экология. Поэтому, конечно, мы очень были рады, когда Владимир Владимирович Путин сделал очередной шаг в сторону охраны окружающей среды, объявив следующий год годом охрану окружающей среды, по крайней мере, в России, это не по всему миру. Но мы, россияне, прежде всего должны заботиться, конечно, о спасении экологии своей страны. Мы экологию именно употребляем в самом широком смысле слова. То есть есть экология, так сказать, природы, экологии животных отдельных, экология растительного покрова, экология человека. И даже есть экология человека какая? Экология городского человека, экология сельского жителя, экология души, между прочим, понимаете? Потому что экология в переводе наука о доме, так? О доме. Ойко, ойкос это дом по, ну, произносим экология. Наука о доме. А что такое мы? Душа. Здесь у каждого человека, не будет, что вы бездушный человек, правильно? Ну, то есть в самом таком общем смысле, нерезгиозном, у каждого есть душа, живая душа, так сказать, интеллект, эмоции. Это все складывается среди души. Они находятся в вашем теле, правильно? И вот экология души, экология вот того дома, в котором находится ваша душа, вы должны восхождать в здоровом состоянии, а саму душу тоже ее экология. То есть в ней должны быть добрые, чистые мысли, правда, добрые дела должны планироваться, должны делать. Наше общественное движение «Живая планета» решило привить инициативу и дать старт этому году еще вот в конце ноября. Это будет так здорово, потому что мы уже полосуе дело стартуем. А стартует наше движение. Я хочу вам представить моего соратника, коллегу Анатолия Анатольевича Коробейникова. 29 ноября будет дан старт вот этому Году охраны окружающей среды, 2013 году, путем телемарафона. У нас будет некий, так сказать, телемарафон с Сиднеем, с Канадовскими островами даже, вот с такими разными местами за рубежом. Но, конечно, главное – это наши российские компании, российские ученые, российские руководители, те, кого мы называем чиновниками, но среди них много очень творческих людей. Мы очень благодарны, что «Комсомолка» уже 500 публикаций за ушедший год посвятила проблему экологии. И, конечно, мы на телемарафонах покажем лучшие компании, которые добились успеха. Да, вот тут есть два варианта. Есть вариант «Росприводнадзор», он находит, где нарушение, там, так сказать, находит, штрафует, там, останавливает даже работу некоторых предприятий, понимаете. А мы пошли немножко с другой стороны, мы хотим, ну, если мы только будем говорить, что везде плохо, а нужно показать пример, как хорошо бывает. И мы находим при помощи вот экспертного совета, который возглавляет Антон Антонович, при помощи научного клуба, который есть при нашей организации, при помощи ученых, экспертов, мы находим лучшие предприятия, которые действительно, хотя что-то и производят, и, конечно, естественно, у них есть свои отходы и все прочее, но их продукты экологически чистые, у них минимизированы отходы, у них, так сказать, обращается внимание на сохранение окружающей среды, и около предприятий от их продуктов нет никакого, так сказать, вреда окружающей среде. И вот это такие предприятия мы хотим, так сказать, прославить, отметить, выдать им, так называемый, экологический брань. Мы думаем, что даже помимо предприятий и средств массовой информации тоже заслуживают такого вызвания. В ходе беседы и нас, Комсомольскую правду, поздравили и наградили за внимание к проблемам в экологии. Дорогие друзья, сотрудники, руководители, журналисты, корреспонденты нашей любимой с детства Комсомольской правды, наше международное экологическое движение «Живая планета» и его экспертный совет под руководством Анатолия Антоновича Коробейникова приняли решение признать Комсомольскую правду, которая постоянно освещает экологические проблемы, постоянно с нами сотрудничает, настоящим помощником в деле охраны окружающей среды всего нашего российского народа. И вот поэтому мы приняли решение присвоить вашему замечательному холдингу «Комсомольская правда» в лице данных, в случае Арины Горшковой, главную награду международных экологов, которая называется, конечно, немножко по-английски, но уж красиво звучит, Global Eco Brand Award. Значит, главная награда международных экологов. «Арины Горшковой Субтитры создавал DimaTorzok